Доброе утречко всем. Она у нас именно добрая и пасмурная. Со вчерашнего дня у нас опять начались дожди. Но солнца пока, слава богу, нет. Восемь часов на часах утра, конечно же. Я уже успела поубирать весь свой двор, потому что здесь с утра творится что-то просто ужасное. Мои вот плотники, они, конечно же, немножко подметают, но вот эти все опилки, их очень много, поэтому все это вот разбросано. Плюс еще ночью пошел дождь, поэтому все это разляпалось по всему двору и плюс за двором. Поэтому сейчас я убираю сама утром, не жду свою помощницу. Она приходит поздно, она приходит где-то в 11 часов, поэтому не смысл мне ее ждать. Посмотрите, как у меня чистенько сосед, как всегда, на своем посту. Смотрите, вот это вот дерево, это называется здесь нимпата. Это тот самый ним, который очень полезный и очень горький, из которого делают даже йоги специальные шарики, превращают сначала в пасту, делают шарики, едят на голодный желудок. Ну, скажу вам честно, это вот очень прям, очень горько, поэтому не каждый может есть. И еще можно их заваривать, и даже вот принимать, потом купаться в этой воде, можно полежать в ванной, но мы почему-то этого не делаем. Так вот, к чему я это все веду? Видите, что дерево сейчас желтое, листья сейчас опадают, и вся вот эта вот красота идет на мою сторону вместе с дождем. Плюс там вот, когда помощница убирает водой все в эту сторону, вот получается наклон, и все вот эти вот листья идут в мою сторону. Посмотрите, что у меня здесь творится. Ну, сосед аж выпадает, боже мой. Как же ему интересно на меня посмотреть с самого утра. Что я здесь делаю, о чем я здесь рассказываю? Господи ты боже мой. Кстати, он самое интересное все пропустил, пока я здесь убирала. Он, наверное, не ожидал, что я сегодня аж в 6 часов утра встану. Поэтому я сейчас вот веником все вот эти листья, как захватила, видите, у соседей даже вот сколько их везде, вот этих листьев, вот там вот. И то есть это будет практически вот сейчас месяц, все эти листья будут идти на мою сторону. Вот здесь вот, но у них не так много. У меня, конечно, было еще мусора вот с опилками, поэтому у меня, конечно, здесь вообще был утром что-то невероятное. Поэтому сейчас я убираю сама все вот листья. Некоторые я подняла, некоторые просто водой на эту сторону, вот на травку. Вот здесь я хочу проделать немножко работу. Вот уж сегодня я забыла моим ребяткам сказать. Они приходят мыть мою машину. Только-только помыли машину и дождик упал. Но, кстати, вот именно от дождя капли не остаются на машине. Но вот именно капли остаются от домашней воды, от той, которой мы качаем. Вода здесь очень тяжелая, поэтому нужно вытирать машину насухо. Здесь я хочу немножко вот эта травка, которая на дорогу уже начала нарастать, я хочу ее немножко вот прибраться здесь. Спрошу у них, у наших мальчишек, которых я сейчас наняла на работу, смогут ли они это сделать, есть ли у них лопаты, сопачки. Потому что руками, конечно, все это не сделаешь. Ну или тогда буду нанимать кого-то другого. Ну и вот здесь вот тоже хочу сделать сток. Потому что у меня, видите, здесь вода останавливается прямо возле дома. И это, конечно, вот очень неприятная штука. Поэтому я хочу вот сделать такую вот здесь вот канавку, чтобы вода стекала прямо вот в мою вот эту канаву. Ну как-то так. Так, пошла я внутрь, потому что сейчас мне нужно будет ехать Яночку со школы забирать. Поэтому сейчас быстренько готовлю мужу тормозок. Сегодня он поехал Яну отвозить. А я уж поеду забирать. Буду готовить что-то ему отправить. Кстати, больницы у нас не заканчиваются. Я сама не повезу ему этот тормозок. Поедет моя свекровь в госпиталь на подмену невестки. Невестка сказала, я сегодня буду целый день дома. Я хотела показать вам такой момент. Это я принесла вчера от свекрови. Специально попросила у нее. Ну я, конечно, просила не столько. Это прям очень много. Это называется вот этот индийский очар. Мои вот эти плотники, они же привозят с собой еду. И каждый день они просят у меня очар. Вчера попросили. Ну у меня есть такой магазин, и типа паста чесночная. Я его добавляю там в некоторые блюда. Просто мы очар не едим, поэтому у меня не было. Ну вот я пошла вчера и специально спросила. Я знаю, что свекровь вот в этот сезон жаркий, она делает это очар, она делает это все своими руками. То есть представьте, вот это вот. Все она смешивает вот эти масала руками. Ну режут на кусочки. Манго, это делается из зеленого манго. Режут на кусочки специальные люди на базарах. Самому это делать очень трудно и хлопотно. Ну а вот эти вот приправы, она вот руками прямо вот так вот смешивает. Это просто настолько жгучее. Вот это называется очаром. Это как наше соленье. Потому что в таком понимании, как есть наше соленье, здесь люди не едят. Но они делают вот из фруктовых овощей такие вот очары. И едят их в прикуску с основной вот едой. Именно этот из зеленого манго. Но здесь, кстати, масла очень мало. Масло должно полностью покрывать до самой поверхности вот этот вот очар, вот эту вот всю смесь. Причем масло нужно использовать только вот горчичное. Но я думаю, я куплю другое масло, потому что это прям холодного отжима. Причем деревянными инструментами. Это слишком такое дорогое масло для того, чтобы переводить его на этот очар. Я думаю, что вот пока они у меня работают, они немножко поедят. А потом вот уже сколько останется, я перекладу это все в другую какую-то вот банку. На дне как бы есть вот это масло, но его мало. Они, кстати, вот индийцы, любят именно вот эту масалу, вот это то, что вы видите, вот эти горчичные зернышки, такие они как пластивцы. Пластиночки на русском. Я на украинском сказала, пластивцы. И их вот выбирают именно с едой, поэтому масло заканчивается в первую очередь. Ну, в общем, посмотрим. Залью. Причем, конечно, это такая для меня не очень приятная процедура. Скажу почему. Потому что горчичное масло, его сначала нужно прям вот закипятить, чтобы оно прям, знаете, вот хорошо закипело, настолько горячее было. А потом полностью охладить, до абсолютно холодного состояния. И только потом заливать вот этот чар. Но я вам скажу, что когда ты нагреваешь горчичное масло в доме, запах стоит еще тот. Просто выпекает глаза в нос, попадает в легкие. Поэтому даже я не знаю, если честно, буду ли я это делать. Может быть, просто поставлю в холодильник и ограничусь этим. На дне здесь есть немножко масла. Потому что когда ты вот один литр масла пережариваешь, это запах еще тот в доме. В последнее время люди часто пишут мне о том, что на этом канале тоже немножко показывай нам рецепты. Ну, на этом канале, конечно, таких подробных рецептов не будет, мои хорошие. Потому что рецепт нужно снимать, объяснять все в таких вот прям деталях. Поэтому все будет в общих чертах. Два больших лука. Здесь вот где-то 200 грамм зеленого горошка. Сегодня я буду готовить зеленый горошек. Здесь еще будет 4 свежих вот помидора. Пока жарится лучок, я добавляю сюда асафетиду. Потому что асафетиду всегда нужно обжаривать прямо вот в масле. Ну, у меня вот пол чайной ложечки. Вы, конечно, можете поменьше, потому что далеко не всем нравится такой вот пряный запах. Немножко обжарили лук. Буквально вот 2 минуточки. И теперь сюда же я добавляю чесночную пасту. У меня чеснок с перцем чили. Я его превращаю вот в такую пасту. Поэтому добавляю, ну, где-то вот хорошую такую столовую ложку. Мы очень любим чеснок, поэтому всегда добавляем как побольше. Теперь все это уже обжаривается до полной готовности. Пока я сейчас буду превращать в пасту помидоры. Как я уже сказала, 200 грамм горошка. И еще у нас здесь будет вот таких вот 4 больших картошки. Это блюдо я буду готовить как грэви, поэтому сюда добавляю немножко касси или корицы. Ну, это будет такой пряный. Пряное такое вот блюдо. Ну, немножко, буквально щепоточку. Я очень много не добавляю. Поджарили вот так вот немножко в сторонку. Все это отодвигаем. Теперь настает очередь наших приправ. Приправы буду класть сюда самые базовые. Помните, что я уже сюда софетиду и кассию немножко добавила. Теперь нам нужна куркума. Все это вот так вот у масла, потому что приправы всегда нужно обжаривать в масле, но ни в коем случае не позволяйте им подгорать. Это у нас перец чили или можете обычную паприку и вот сухой кориандр. И теперь сюда же. Да, теперь вот так вот все перемешиваем, чтобы вот так вот хорошо все смешалось. И сюда же наши томаты. Вот томаты я превратила в пасту. Добавляем сюда же. Пока масло наше жарится, я почищу картошку. И вот здесь у нас еще будет много-много сыра. Это сыр панир, адыгейский сыр по-нашему. 200 грамм в одной пачке. Я буду использовать две пачки. Я немножко сделала меньше газ, потому что я не хотела, чтобы подгорело все это дело. Сильно ничего обжаривать не буду, мои хорошие, потому что все это я помещу сейчас в скороварку, чтобы было побыстрее. Я нарезаю картофель кубиком. Вы можете, конечно, нарезать как хотите. Я не уверена, что я добавлю все четыре картофелины. Нужно так, чтобы картошка и зеленый горошек в одинаковых пропорциях был. Поэтому с картошкой лучше не перебарщивать. Нашенечко нужно все это прям мыть. Я уже не раз вам показывала вот это вот ситечко, которое очень удобное именно для промывания овощей, риса, любых вот засыпок, допустим, такие вот как каши там и так далее. То есть вот так вот водичка стекает. В общем, одну картофелину я все-таки вот оставила. Панир мы будем использовать в самом конце, поэтому пока его не трогайте. Так, что мы делаем теперь, мои хорошие? Смотрите, масала наса готова. У нас есть вот такая вот готовая масала специальная для овощей. Так и называется сабджи. Масала вы можете, конечно же, использовать абсолютно любую. Вот так вот немножечко слегка посыпем. Вот так вот. Я всегда заливаю вот такие вот блюда горячки, печеной водой. Просто это получается намного быстрее. Вот почему у меня в доме два или три чайника. То есть если ломается один, пока я его отдаю в ремонт, я сразу же использую тогда другой. Ну вот примерно вот так вот должно быть водички. Примерно подгоняем по соль, потому что это все еще, конечно же, не точно. Вот так вот. Одну четвертую чайной ложечки. Теперь все это закрываем и минут 10 вот варим до полной готовности. Вы, конечно, можете готовить вообще как угодно, хоть в обычной кастрюле. Вот таким образом я порезала уже панир. Пока блюдо готовится, это, конечно, займет какое-то время. Обычно я вот тогда начинаю чистить чеснок. Чеснока мы едим очень много. Я думаю, вы это уже поняли. Часто показываю, как я готовлю. И везде у нас присутствует такой ингредиент, как чеснок. То есть без него никуда. Поэтому я вот обычно очищу его в такую вот баночку. Складываю в холодильник, чтобы можно было в любой момент быстро использовать. Греви уже готов. Просто добавляем сюда наш панир. Панир много вот варить не надо. Буквально пару минут до кипения и все. Блюдо наше готово. В конце посыпьте зеленью. Ну вот блюдо наше готово. Я думаю, вы поняли, что это блюдо должно быть таким вот полугустым. Будем мы есть его щапати. Или вот я планирую сегодня сделать пури. Я уже сделала вот тесто. Вы знаете, что каждый день мы делаем индийский хлеб. Это или пури, или чапати, или парата. Поэтому каждый день мне приходится вот делать такое тесто. Я уже включила здесь тава. Это называется тава. Специальная сковородка, на которой мы жарим чапати или пури. Блюдо наше готово. Естественно, нужно подогнать его по соли, по остальным вашим вкусовым пристрастиям. Можно добавить, может быть, перчика, может быть, что-то еще. Но вот это уже конечный результат. Сейчас я буду паковать тыфин. Мужу тормозок, потому что с утра он поехал отвозить Яночку в школу на экзамен. Поэтому я не успела дать ему его ланчбокс. Поэтому сейчас буду это и делать. Все, выключаем, готово. Слышите, вот такие вот люди ездят по улицам и зазывают для того, чтобы купить какой-то мусор. Сейчас я продавать ничего не буду. Я продам все за один раз. Мусор, покупаем мусор. Мусор, в смысле, всякие вот такие вот отходы производства. Так, мой бычок уже на своем посту. Пришел подзавтракать. Завтракать еще не обед. Там вот стоит еще один бычок поотдаль. У меня здесь будет много мусора, но я продам все за один раз. Все вот эти вот кусочки, все, что у меня останется. Сейчас я этого всего продавать не буду. Потом вот, когда мои уйдут работнички, я здесь уже тогда наведу порядок конкретно. Сейчас видите, что у меня в доме здесь происходит. Везде вот все лежит. Кстати, просили показать меня мои новые покрывала. Не помню, снимала ли я. Но были несколько человек, которые просили показать все-таки, как это все выглядит. Вот так вот это все выглядит. Прекрасное покрывало. Я очень довольна и по качеству, и удобству. Вот это вот мне очень не нравится в моей комнате. Поэтому планирую сделать вверху стол для того, чтобы там хранить вот белье. Там же гладить вниз уже я буду приносить уже поглаженное. Ну, если они, конечно, успеют. Вот так вот это выглядит в Яночкиной комнате. Стол вот такой вот, как этот. Как у Яны вот этот учебный стол. Видите, только я хочу побольше немножко. Вот у нее вот такой вот стол. Он такой складной. Здесь такие ножки складные. То есть его можно вот так вот опустить. И он не будет мешать. То есть здесь появится больше места. Ну, вот как-то так. Она выбрала себе коричневого цвета вот это вот покрывало. Ну, а я уже выбрала из того, что было. Но по качеству я очень довольна вот этими именно покрывалами. Яна у нас до сих пор болеет. Поэтому здесь вот это вот идет пар. Она дышит этим. Не знаю, как это называется. Так, шкаф у меня уже в кухне. Мне тоже двери они сделали. Нужно вот это все сейчас положить на место. Здесь у меня двери были не в порядке. Вот эта дверь не закрывалась. Все они у меня, короче, сделали, подделали. Вот эти двери тоже мне сделали. Вот эта сама ручка, она была не приклеена. Поэтому она опускалась вниз и цеплялась внизу. Ну, конечно, не все работники и добросовестные. Мне кажется, в прошлый раз вот так вот они тоже спешили. И просто не успели мне нормально тут все доделать. Просто его вставили, но не приклеили. У нас сейчас 6 часов вечера. Я пока съездила на рынок. Мои вот работнички уже ушли. Вот в таком состоянии они оставляют мне вечером весь мой двор. Ну, это вот, конечно, за целый день. Они, кстати, за целый день убирают, наверное, 3 или 4 раза. Вот подметают, подметают. Очень много вот этого вот мусора. Ну, и, конечно же, очень много вот мелких опилок. А все это я с утра встаю и тогда просто вот смываю водой. Потому что поднести, конечно, здесь недостаточно. Ну, и кроме того, они, конечно, подметают очень так себе. То есть вот здесь вот вообще очень много мусора. Сегодня попросили у меня дополнительный веник. Сказали, этот веник не очень хороший. Дайте нам более качественный, такой более мелкий, чтобы вот эту мелочь все хорошо захватывать. Боже! Поэтому сейчас я насчет уборки не стрессую. Будем ждать, пока они полностью... Видите, сколько пыли? Это кошмар. Все прям летит. Буду ждать, пока они полностью уйдут. Потом начну убирать дом. Поэтому сейчас смысла особо как бы драйд дом никакого нет. Я вот уже собиралась недавно окно помыть. Потом свою софу. Потом думаю, сейчас помою. Потом опять перемывать. Ну, смысл. Поэтому... Ну, а я ездила на рынок. Хочу показать вам сейчас, что я купила. Сегодня я скупилась на 2000 рупий. Это считается очень много по индийским меркам. Я потратила просто на овощи. То есть фруктов как бы немного от слова совсем. В этом году у нас жара просто аномально, ненормально. Я стою на рынке. Это вот 6 часов вечера. Представьте, я обливаюсь просто потом. Причем это не то, чтобы как бы мое мнение. Это мнение вот абсолютно всех. Даже индийцы говорят о том, что в этом году мы кондиционеры. Просто у нас нет возможности отключить кондиционеры хотя бы на один день. То есть сезон дождей это вообще должно быть такое более прохладное время года. Да, влажность. Но тем не менее более температура снижается. Но в этом году жара была очень как бы поздно закончилась. Вернее жаркий сезон. Но как бы жара не закончилась. Это все переросло. Вот сезон дождей. И получается жара и влажность смешиваются. И поэтому погода просто отвратительная. Цены сейчас просто космические. У нас вот до ноября месяца будут полностью праздники один за одним. Сейчас идут поминальные дни. Я еще, правда, ни разу не ходила в большой дом. Они там поминают родственников. Хотя, если вы помните, у нас была родовая пуджа. Для этого и делается бхагават. Кто помнит в прошлом году. Я спросила у своей свекрови, а зачем же вы тогда поминаете? Потому что я, насколько помню, говорили, что теперь нам этого всего готовить не надо. Будет там целые определенные ритуалы, обряды. Очень такая длинная, длинный такой процесс вот этот все. Но она сказала, там теперь попроще. Но вот дедушку, бабушку, то есть свекров моей свекрови поминать как бы надо. Ну, я пока просто из-за того, что мы болели. И из-за того, что в доме как бы идет работа, у меня не получилось туда еще ни разу сходить. Значит, рассказываю, что я купила. Сегодня нашла хурму. Я уже видела в некоторых местах в продаже, но она такая зелененькая. Хурма, конечно, вкусная, когда она такого желтого цвета, более сладкая. Хотя здешняя хурма, она, конечно, так себе. Хурма была по 360 рупий за килограмм. Потом нашла еще сегодня драконовый фрукт. Последнее время я прям полюбила его. Это 200 рупий за килограмм, что удивительно. То есть цена как бы очень даже нормальная для такого размера. Еще 180 рупий за килограмм вот эти вот апельсины. Это импортные. Еще что же я купила. Сегодня мне очень захотелось шпинат. Поэтому решила купить шпинат. Ну, правда, привял, надо срочно его мыть. Хорошие. С овощами все понятно. Дорого. Но деваться нам некуда. Во-первых, сейчас религиозные праздники. Кроме того, мясо и яиц мы тоже не едим. Яна у меня конкретно решила отказаться от мяса. Я тоже как бы уже практически на 99% я перестала мясо есть. Я как бы конкретно хочу бросить мясо на 100%. Вот порезала уже хурму. Очень сладкая, очень вкусная. Просто вот обалденная. Я не знаю, какая там хурма у нас. Но здесь вот кожица немножко такая жестковатая. Кожицу надо обрезать. В общем, спешу сейчас на улицу. Пойду все равно гулять. Время у меня получается. Я каждый день опаздываю на прогулку. Потому что у меня в это время приходит муж домой. Он где-то приходит в полседьмого. И даже если я успеваю убежать на улицу до его прихода, он все равно меня возвращает. Даже вплоть до того, что вот если по дороге едет и видит, что я иду, он просто садит меня в машину. Говорит, есть хочу. Пошли, сделай мне кофе и быстренько сделай мне что-нибудь поесть. Ну вот сейчас я ему сделала быстренько сэндвич, кофе. И все. Этим сильнее я буду заниматься уже после того, как приду обратно. Ну а сейчас время для себя любимой. Нужно немножко походить вечером. Ну стараюсь во всяком случае уделять себе время. Сейчас вот из-за работы в доме вот слишком всего много. Поэтому сейчас упражнения у меня пока не получаются. Моя вот гимнастика, йога, упражнения, все, что я делаю. Но хотя бы на улицу выходить стараюсь я по-любому. Ну все, мои хорошие, буду прощаться. Бегу-бегу. Бегу на улицу. Вот таким образом я все это делаю. Перемываю, раскладываю, сушиться. Это вот зеленая кинза. Ну не могу я. Руки чешутся пока вот я все не перемою, не разложу. Пока все не высушу. Я вот пока даже в холодильник не кладу овощей. Вот всего лишь то, что я сегодня купила. Кстати, вот это называется кундру. Многие вот рассказывают девочке на своих каналах, что это маленькие огурчики. Но это не маленькие огурчики. Это называется кундру. И вкус у них совершенно не как у огурчиков. Не знаю, есть ли у нас такой овощ или нет. Девочки, напишите, если есть. Но это точно не огурчики. Вот всего лишь я взяла 4 овоща практически. Томаты мы вообще не считаем за овощем. Это мы используем просто здесь вот в салат или же вот для приготовления блюд. Вот это вот и все. Ну правда еще в холодильник я положила тыкву и обычную капусту. Вот одну маленькую капусточку купила. Вот и все, что я сегодня купила.